В этом году в границах городского округа Тамбов откроются 14 пляжей. Подготовка к началу пляжного сезона должна закончиться уже к 25 мая. Городские службы уверяют, что идут в графике и успеют закончить в срок. Прямо сейчас зеленые зоны окашивают, а на урнах, кабинках для переодевания и информационных стендах обновляют слой краски. Пляжи уже очистили от мусора, а также провели необходимый ремонт оборудования. У нас отремонтированы купальни. Это в первую очередь, потому что они очень засезонные, изнашиваются, идет износ у них большой. Потом я подремонтирую мои лежаки. То, что идет с деревянного оборудования, мы ее отремонтировали. Дальше, металлическое, пока еще в данный момент в хорошем состоянии, пока ремонту не подлежит. Потом в процессе всего сезона, где-то что-то, если будет, соответственно, производим ремонт. Вместе с остальными для отдыхающих откроются пляжи на территориях, вошедших в состав городского округа. Это три пляжа – в Периксе, Бокино и Сент-Эльдорадо. Все они в этом году будут оборудованы постами спасателей. Также спасательную будку установят на пляже Изумрудный, под так называемым Кривым мостом. В этом году для 14 пляжей городского округа Тамбов завезли 500 кубов песка. Песок берут в Красненском карьере и неоднократно лабораторно исследуют. До начала пляжного сезона и во время. На пляже Эльдорадо, между тем, уже отдыхают горожане. Пока всего пять человек. Это заядлые купальщики, которые уже месяц проводят весь световой день на берегу реки. Числа 15 апреля. Ну, только водичек маловато, конечно, было. По коленам ходили через речку, прямо на тот берег. Но ничего страшного. А сейчас как? Ну, сейчас воды прибавилось. Нормально. Снижение уровня воды в канале Цны позволило городским службам расчистить береговую зону и дно. Оголившиеся русла реки избавили от осколков стекла, острых ракушек, изобилия больших веток и сучьев, а также от другого крупного мусора, например, автомобильных шин. Также дно в зоне городских пляжей уже исследовали водолазы. Напомним, пляжный сезон стартует уже 1 июня. Павел Юрасов, Николай Иванов, Ольга Кириллова, Область новостей.